Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. На очереди у нас девятая глава книги. Эта глава входит в раздел, который условно называется книгой Эммануила. Это книга Эммануила охватывает главы с 7 по 12 включительно. Прежнее время умолило землю Завулунову и землю Нефалимову. Звулун и Нафтали, два северных колена, там, где Галиль. О Галиле, о Галилее, собственно, дальше речь и идет. Но последующее возвеличит приморский путь за Ярданскую страну, Галилею языческую. Галилея, Галиль — это северная часть Палестины, область, там, где Кенерет, Генесаретское озеро, иначе называемое Галилейским. Там, где помимо еврейского населения с ассирийских времен обитали другие племена. Население, собственно говоря, Галилеи было смешанным. И в то время, когда Галилея входила в состав Израильского царства северного. И по данным современных археологов, в северной части Галилеи хананское население даже преобладало над еврейским населением. В частности, так считает современный израильский археолог Исраиль Финкельштейн. Галилея языческая, называемая так, видимо, это расхожее было выражение, так называли Галилею. И прежнее время, говорит Исайя, говорит пророк, оно возвеличит вот эту землю, которая находится на крайнем севере земли обетованной, Галилею языческую. Там, где были расселены когда-то во времена Иисуса Новина колено Звулуна, колено Нафталии. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий». Здесь, по всей видимости, речь идет о тьме духовной. Язычество, связанное с долопоклонством в те времена, это, конечно же, духовная тьма. И вот этот народ, галилеяне, галилейцы, жители Галиля, они увидят свет. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Вот эта тень смертная, тоже устойчивое библейское выражение, не раз используемое, в частности, неоднократно в книге Тегелим, в книге Псалмов. «Пойду ли долиной тени смертной, не устрашусь». Вспомним, например, такие строки. Вот здесь, в поэтическом тексте 9 главы Исаии, говорится о том, что народ вот этот, галилеяне, они ходят во тьме, живут в стране тени смертной, то есть духовный мрак их окутывает. Но вот внезапно они просветятся этим великим светом, и свет воссияет на них. О чем говорит пророк? О каком свете, который воссияет в этой вот смертной тени, смертной тени, цальмавит, смертная тень? Здесь речь идет, конечно же, о том свете, который наступит с пришествием Иммануэля. Об Иммануиле было, уже мы читали выше в предыдущих главах. «С нами Бог, Иммануэль, будущий Мащех, будущий Мессия, потомок Давида, он будет назван, его будут называть так, Иммануэль, с нами Бог». Христианская экзегеза единогласно отождествляет его с Иисусом Галилеянином, который как раз жил в стране Галилейской. И вот его там проживание, прежде всего проповедь в Галилейской стране, была светом, просвещающим Галилеян. За много веков до этого пророчески предсказал вот это просвещение Галилеян светом мессианской проповеди пророк Ишаая. «Ты умножишь народ», — обращается пророк к Богу, — «увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи». Раздел добычи происходит после сражения, когда враг побежден, его добыча захватывается, военные трофеи, и потом делится среди воинов. Вот эта тема, что добыча врагов будет разделена среди тех, кто находится под водительством мессии, военная добыча, она многократно присутствует. Эта тема в поэтических текстах Священного Писания, Танаха. И вот здесь эта тема тоже присутствует. «Радость, веселье характеризуют, конечно, время сбора урожая, жатвы, но также и время военной жатвы, то есть время военной добычи, когда делится военная добыча. Ибо Ермо, тяготившее его, то есть Израиль, включая Галилею, конечно, Ермо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама». Битва вот эта с Мадианитянами, когда израильский народ одержал великую победу над потомками Мадиама, которые пришли, чтобы поработить Израиль, описывается в книге Суде, книге Шуфтим. Вот здесь отсылка как раз к тому дню победы над Мадиамом, и этот новый день победы, мессианский день победы, он будет таким же великим, этот день будет, и будет всякое Ермо, и всякий жезл, и трость, здесь метафорически так называются угнетения, притеснения, которым израильский народ подвергается со стороны своих врагов, они будут сокрушены, сокрушены Богом и Мессией Его, ибо Богом и Иммануэлем, ибо всякая обувь воина во время брани и одежды, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Обувь, одежда, все военное обмундирование будут сожжены. Здесь говорится о наступлении после этой победы мира, всеохватывающего, глубокого, несокрушимого мира. Мир, о котором мы читали во второй главе Исаии, и параллельно читали также в книге пророка Михея, параллельный текст, когда говорится, перекуются мечи свои на орала, копья свои на серпы, не будут более учиться воевать. Вот этот мир, мессианский мир, всеохватывающий, глобальный мир, он наступит в мессианский день, в асхатологическое время, и вот тогда уже военная обувь, военные сапоги, сандалии военные, и обогренная кровью одежда, они не будут нужны людям, их сожгут, отдадут в пищу огню, как здесь сказано. Удивительный дальше следует след за этим 6 стих 9 главы. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество его на раменах его». Здесь опять говорится об Иммануэле, о мессии. Этот текст, 6 стих 9 главы, конечно же, у всех христиан на слуху, и мы хорошо знакомы с ним. Мы его читаем на Рождество, вообще отрывок из 9 главы, как в качестве одной из паримий. Мы на темы этого стиха обыгрываем эти темы в наших церковных песнопениях рождественских, когда празднуем Рождество Христово. И нарекут имя ему, здесь он описывается как владыка, его владычество на его плечах, на его раменах. Вот нарекут ему имя Чудный Советник, Чудный Советник Пеле Йоэц, Чудный Советник. Бог крепкий, Эль Гибор, Гибор это богатырь крепкий, Отец Вечности, Ави-Ад и, наконец, Князь Мира, Сар-Шалом. Вот эти титулы, они непростые, они чрезвычайно высокие, великие. Между прочим, фараон египетский во время, в те времена, когда как раз жил Исаия, в то время египетские фараоны титуловались как раз именно этими титулами во время своей интронизации. Ну, вообще довольно распространенная титулатура среди соседей израильских, великих держав и, в частности, Египта. То есть, говорится о том, что это будет великий господин, это будет мессия, будет князем, отцом вечности, богом крепким, чудным советником. И вот, особенно когда мы читаем здесь Эль-Гибор, бог крепкий, то явно, что этот титул не вписывается в обозначение земных правителей Израиля. То есть, здесь этот термин эсхатологический, мессианский указывает на то, что положение мессии, положение Иммануэля, оно будет превосходить положение его земных предшественников, помазанников на престоле Давида. Давида или Шломо, скажем, никто не называл богом крепким. По крайней мере, в священных текстах мы не встречаем такой у него титулатуры. То есть, здесь явно эсхатологическое, мессианское содержание и свидетельство того, что Господь Иисус Христос, которому, несомненно, следует прилагать этот мессианский текст, Он Сын Божий. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. И Мануэль, как его будут называть, Мащех, Мессия, Сын Божий, Князь мира, он будет иметь наилучшее качество своих предшественников в превосходной степени. Он будет таким же благочестивым, как Давид, таким же мудрым, как Соломон, будет таким же праведным и имеющим много добродетелей, как Моисей, великий предводитель Израиля. И вот ревность Господа Саваофа соделает это. От Господа, от Бога Израилева будет это. Его ревность о правде, ревность о отмщении за израильский народ сокрушит всякое ярмо, всякий жезл. По воле Божьей будет воцарен помазанник, который будут называть Мануэль, и будут называть вот этими многочисленными титулами, которые перечисляются в этом отрывке. Вот первые семь стихов девятой главы можно считать первым разделом этой главы. Дальше тема меняется, и с восьмого стиха до конца главы тема другая. Тема судьбы Северного Царства, который называется Шамроном, называется Эфраимом, и другие используются Яковом, другие используются обычно у пророков синонимы Северного Царства, Исраильского Царства. Слово посылает Господь на Иакова, и оно не сходит на Израиля. Иаков и Исраиль здесь стоят в параллелизме. Эти имена абсолютно синонимичны. Исраиль, Северное Царство, Иаков — это тоже обозначение Северного Десятиколенного Царства. «Чтобы знал весь народ Эфраим и жители Шамрона». Шамрон — это столица, но метанимически прилагается ко всему Северному Царству, как мы тоже порой говорим, используем название столиц для обозначения всей страны. Говорим Москва или Вашингтон, а подразумеваем под этим всю Россию, например, или Соединенные Штаты. Так вот, для чего это? «Чтобы знал весь народ Эфраим и жители Шамрона, которые с гордостью и надменным сердцем говорят самонадеянно, кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами». Северное Царство прекратило свое существование в 722 году, а в 735-734 годах до Рождества Христова была известная Сиро-Эфраимитская война, когда сирийцы, арамеи объединились во времена царя Пекаха Израильского, объединились вместе в коалицию и напали на Южное Царство, на Иерусалим, о чем мы уже с вами говорили. И тогда пришли по приглашению южного царя Ахаза, иудейского царя, пришли ассирийцы, пришел Теглат Паласар III и растерзал, порвал просто на клочья и сирийцев, и израильтян, вступившись под предлогом защиты южного царства. Таким образом, это было начало конца, начало агонии уже предсмертной израильского царства. Ну, а Дамаск был взят, как мы знаем, в 732 году, но более подробно об этом мы сейчас говорить не будем. Об этом мы уже с вами, дорогие друзья, говорили в предыдущих главах, разбирая предыдущие главы книги. Вот здесь звучит прямая речь израильтян, северян. Кирпичи пали, построим из тесного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами. Ну, что такое сикамор, что такое сикамина, что такое вот это вот акации по сравнению с кедрами? Кто бывал в Ливане, знает, какие там кедровые заповедники еще до сих пор остались, и как могущественны, как велики эти четырехтысячелетние огромные эти кедры могущественные, которые в десятером, их ствол не охватишь, даже в десятером. Вот, и что такое акация по сравнению с кедром? Вот здесь показывается гордыня. Говорит, сикаморы, если нас вырубил враг, мы их заменим кедрами, построим из кедров, а вместо кирпичей из тесаного камня. То есть еще более крепкие воздвигнем укрепления, крепости, и никакой враг нас не одолеет. Но на самом деле все будет совсем не так, как рассуждают израильтяне. И воздвигнет Господь против него, против Якова, против Эфраима, против Шамрона, воздвигнет врагов Рицина, и неприятель его вооружит. Вот здесь текст 11 стиха не совсем понятен, он туманный. Как это врагов Рицина? Рицин — это контекст северо-эфраевинской войны, это враги, которые нападают на Иудею. И Рицин, как головня, сравнивается с головней потухшей, дымящейся, выше сравнивался этот самый Рицин. Почему здесь говорится не о Рицине, а о врагах Рицина? И некоторые современные текстологи предлагают здесь свои конъюнктуры, свои эмендации, и предлагают заменить. Вооружит врагов Рицина против этого самого Рицина. То есть против Рицина вооружит его врагов. Некоторые предлагают так исправить несколько темный, может быть, поврежденный текст. И неприятель его вооружит, параллелизм. Сириан с Востока, а филистимлян с Запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. О том, чтобы сириане в коалиции с филистимлянами угрожали Израилю, в исторических текстах Священного Писания мы этого не находим. Ну, вполне возможно, что так могло и быть. И сириане, вступившие в коалицию с израильтянами, когда-то, наверное, могли вступить в коалицию и с филистимлянами против израильтян. Такое тоже вполне могло быть. И Священное Писание — это не учебник истории, не подробная летопись, хотя летописи в нем содержатся. И далеко не все события истории Израиля и Иудеи находят отражение. «При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта». То есть рука Бога, простертая для наказания северян, для наказания Северного Десятиколенного Царства. Вот эта строка в этом поэтическом тексте второго раздела девятой главы будет повторяться, рефреном будет повторяться дальше. «И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день». Ну, старец изнатный, старец, закен — это голова изнатный, а пророк, лжеучитель — это хвост. То есть все люди, которые пользуются почетом, авторитетом, определенной властью, они будут истреблены от головы до хвоста. Такой библейский образ выражения. Вот голова и хвост. Имеется в виду, видимо, образ какого-то животного, имеющего голову и хвост. У людей хвостов нет. Вот здесь метафорически в образе неназванного животного представлены все авторитеты, которые у израильтян. То есть старцы, вельможи. И, с другой стороны, духовные авторитеты, учители, пророки, которые вводят Израиль в заблуждение, они все будут уничтожены. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Если гибнет элита, если гибнут начальники и духовные предводители народа, тогда гибнет вместе с ним и весь народ. Весь народ, быть может, даже невиновный, вынужден в таком случае испытывать все эти бедствия, которые заслуживают его вожди и духовные руководители. «Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует, ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта». Вновь повторяется рефрен. Здесь названы лицемерами, злодеями, нечестивцами. Не только уже вожди, но и юноши, сироты и вдовы. То есть весь народ с нечистыми устами. Вспомним шестую главу, вспомним богоявление, которое пережил пророк в Иерусалимском храме. И тогда он говорит, «Я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами. И вот я видел Господа Саваофа». И вот здесь вновь говорится о нечистых устах. Уста пророка были очищены этим углем жертвенника, который ангел Господень поднес к его устам. А вот уста народа остаются нечистыми. Грех совершается не только делом, но и словом. И лицемерие, и злодейство могут распространяться и через уста человека. И вот народ с нечистыми устами, ну и дела у него нечистые тоже, и руки нечистые. «Ваши руки полны крови», сказано было в первой главе. «Как же вы ждете, что Господь услышит ваши молитвы? Вы руки к Богу воздеваете, они кровью народа, кровью этих сирот и вдов осквернены. И во беззаконие, как огонь разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и подымаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается, как бы пищей огня, не пощадит человек, брата своего. И будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей». Вот так образно, ярко, может быть, несколько шокирующе описывает пророк то, что будет происходить с народом израильским, с северным царством. Когда враг на него нападет, то каждый будет умирать и от голода, и известные случаи каннибализма, например, в Библии описываются, правда, по отношению к Иерусалиму. Ну и в северном царстве, в Шамрон, как мы знаем, подвергался тоже осаде. Осада продолжалась больше двух лет, может быть, даже три года. И когда город осажден, со всех сторон окружен врагом, то происходит страшное в этом городе. Иерусалим несколько раз переживал подобную осаду, вот, по крайней мере, однажды пережил ее перед своим падением и Шамрон, Самария, столица северного царства. Моносия, Ефрема, то есть будет пожирать. Метафорически здесь названы как бы плоть мышцы. Потом дальше перечисляются колена. Причем братские колена, Меношей и Эфраим, это братья-близнецы. Северное колено Моношей и Эфраим, два ведущих северных колена, два самых многочисленных. Моносия, Эфраима, Эфраим, Менаше, оба вместе Иуду. И вот здесь почему-то упоминается Игуда, южное колено. Хотя, казалось бы, речь идет о погибели северного десятиколенного царства, к которому Иудея не имеет прямого отношения в военном политическом смысле. Ну вот, значит, этот текст, 21 стих, заключительный стих 9 главы, вновь превосходит свой исторический контекст и выходит за его рамки. И уже говорится не только о падении Шамрона в 722 году до Рождества Христова, но и о будущих грядущих событиях. Как часто у пророков бывает такое, что одна перспектива раздвигается, и за ней вторая, третья перспектива. И все это порой сливается вообще в одну перспективу для пророка. И он не дистанцирует порой события, а события, разнесенные исторически по времени, у него могут сливаться в какое-то одно общее асхатологическое мессианское событие. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Вновь звучит рефрен этой текстовой единицы, этой поэмы, посвященной гибели северного царства. Так заканчивается 9 глава, но книга Иммануэля продолжается, и у нас впереди еще три главы этого раздела, 10, 11 и 12 главы. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok